всем привет большой сегодняшнем своем ролике я расскажу как я буду делать донья для своих 10 рамочных ульев у меня на канале есть видео о том как я делал корпуса 145 пчеловожия именно на 145 рамку сейчас расскажу я буду делать донья сбегаю вперед сразу скажу что будет сетчатое дно с возможностью постановки заглушки для этого мне сегодня понадобятся вот такие вот бруски размера я сейчас говорю примерные вы потом поймете что еще выходит ширина заготовки 10 с половиной сантиметров 105 миллиметров надеюсь это видно наверно правильно было сказать высота 105 миллиметров ширина 35 миллиметров как я и делаю корпуса и сама длина заготовки 1 метр у меня здесь лежит 4 заготовки из них я планирую сделать два дна то есть в каждой из такой заготовки заключается скажем передняя и боковая часть улья ну и соответственно также передняя и боковая я не буду сегодня показывать все процессы технологические пиление стругание ну некоторые конечно покажу я покажу чего хочу добиться от своих заготовок то есть я хочу добиться вот такого профиля заготовка в профиль будет выглядеть следующим образом вот это лицо если смотреть на внешнюю сторону вверх это внутреннее пространство улья то есть мне надо будет двигаться я буду снизу вверх в своей работе скажем так потому что здесь надо будет выбрать одну четверть пас пас вторую четверть мы потом дальше уже при сборке тоже надо сделать там еще две четверти нижняя четверть предназначена для того чтобы можно было опираться на подспирать улей на дно и соответственно улей на подставку делаю я подставки из арматуры арматурные я покажу наверно в одном из следующих выпусков как я это буду делать соответственно улей садится на арматуру вот этот выступ не позволяет улью сместиться вправо и влево так что по всему периметру но здесь он достаточно хорошо сидит арматуры я использую 12 возможно 14 поэтому здесь меня будет 15 миллиметров дальше через порядка 15 миллиметров я сделаю вот такой вот пазик пас он нужен для того чтобы потом в дальнейшем вставлять сюда ну перекрытие для сетчатого дна скажем так планшет их еще называют я буду делать это из материала ну не знаю как он правильно называется то еще делают откосы напишу в ролике как это правильно называется сам материал 9 миллиметров значит пас я вот этот эту выборку должен сделать на порядка 11 миллиметров как минимум чтобы мало ли набухнет здесь дерево дальше через буквально один сантиметр я сделаю прорезь где-то 3-миллиметровый куда будет вставляться сетка ну дальше идет до верха на если так можно сказать ну и здесь дальше уже когда весь соберу все дно то здесь я сделаю выборку вот такой вот четверти для посадки магазинов сверху то есть такой фальц что магазины с которые будут сверху могли спокойно сюда одеваться и не соскакивать вот вкратце схема чертеж я начинаю работать и с самого начала я выберу нижнюю четверть для постановки уев на подставку то есть как я и говорил вот здесь я должен выбрать вот здесь я должен выбрать сейчас четверть куда будет потом вставляться ну не вставляться это будет одеваться на подставку для того чтобы не путаться это мой уже совет для того чтобы не путаться с четвертьями после того как вы выберете вот эту первую четверть которая сказал надо сделать разметку где у заготовки вверх и где лицо тогда будет все понятно и не запутаетесь но это я для себя так делаю потому что иногда забываю я закончил первую операцию я выбрал две четверти в каждой детали по четверти это место куда будет вставляться под подставка вот так наверно будет видно вот я завершил первый этап выбрал вот эту вот четверть теперь надо выбрать спас 11 миллиметров высоту скажем так и в глубину ну порядка десяти миллиметров думаю больше не нужно будет сделаю включусь покажу я закончил все пропилы вот что у меня получилось в итоге вот такой профиль но сейчас не отторцован поэтому наверно не очень видно но тем не менее посадочное место для опоры выбран паз для задвижки и выбран паз для сетки ничего сложного делая все только на циркулярном пильном станке чтобы потом не говорили что использую слишком много оборудования теперь мне надо из вот этих заготовок сделать уже детали то есть переднюю заднюю стенку и две боковые чем я сейчас и займусь в результате следующей операции это торцевание я уже получил из заготовок детали как я их делал ну очень просто показывать не буду на торцовочной пиле единственное скажу что тот кто смотрит или смотрел ролики о том как я делал корпуса знает что у меня есть один корпус который я не склеиваю который является у меня лекалом то есть я его разбираю свободно от этого времени там хранятся рамки сушью я разобрал корпус и выставил размеры точно по корпусу упор на торцовке и отторцевал в результате этого у меня получились как я говорил две планки назовем так длинные это боковые две короткие кстати размеров в короткие у меня получились 445 миллиметров у кому интересно это мои размеры смотрите своими и длинная получилось то есть боковая 495 как это будет выглядеть предварительно если это собрать что надо сделать дальше чтобы сомкнуть детали длинную и короткую надо сделать специальную выборку на короткой части надо сделать вот такую выборку куда может куда войдет вот если так показывать куда войдет ответная деталь размеры этой выборки что на это влияет но ширина выборки которая буду делать на тоже своем станке циркулярном при помощи каретки ширина выборки соответствует ширине заготовки то есть меня 35 миллиметров то есть выборка здесь если видно надеюсь что видно вот это вот часть которая будет выбираться на 35 миллиметров то есть ширина вот этой заготовки глубина заготовки зависит от прежде всего от внутреннего пространства улья сейчас попробуем показать если взять корпус надеюсь видно совместить вот эти две боковинки вот так то есть в любом случае внутреннее пространство вот здесь у нас должно быть 45 сантиметров это пространство от площади передней допустим стенки до площади задней стенки потому что у меня в до них не будет выборки под рамки это учитывать не надо то есть если уже смотреть там в абсолютных величинах то у меня это получается два сантиметра вернее даже 21 миллиметр получается примерно 21 миллиметр то здесь туда получается еще раз ширина стенки это 35 высота вот это вот она у меня в данном случае 21 миллиметр но это надо сейчас перепроверить не посчитать самое главное что внутреннее пространство от передней до задней стенки должно быть 45 сантиметров делать это буду сейчас при помощи каретки ну и еще одну двух кареток двух приспособлений поэтому я их уже показывал тоже в своих предыдущих роликах поэтому не буду сейчас акцентировать на это внимание включу из когда сделаю все пропилы я сделал необходимые пропилы теперь деталь имеет уже почти законченный вид то здесь есть выборка для соединения покажу как это должно быть то есть допустим это передняя стенка так складываем это боковая 1 боковая 2 это задняя стенка это уже что-то отдаленно напоминает конструкцию которую надо собрать но если понятно я буду вставлять сетку вот в эти пазы по всему контуру то вот этот паз который у меня сделан под вкладку из теплого какого-то материала листового здесь задней стенки должно быть по идее отверстия я поступлю намного проще я пилю вообще заднюю стенку вот по верхней части там где должен начинаться паз то есть по большому счету у меня просто будет отсутствовать вот это вот можно конечно сейчас делать внутреннее отверстие при помощи долбежника можно это попробовать сейчас попробую разные варианты но что нужно сделать обязательно это надо сделать леток на передней части здесь я уже смотрю по внутренней части я знаю что вот здесь вот как минимум там 10 допустим 12 миллиметров здесь у меня будет как на сейчас покажу деталь то есть вот здесь если смотреть изнутри у меня будет выборка вот вот это внешняя выборка для того чтобы одевался улей сверху с обратной стороны отмечают для себя 12 и дальше я могу но отступив допустим здесь там еще 10 миллиметров сделать леток на 10 и у меня еще до сетки останется примерно 20 миллиметров ли тока буду делать наверное миллиметров действия большего делать не буду это точно сейчас есть примерный леток который вам поставить сейчас принесу вот как вариант у меня есть летковый не леток все время путаю летковый заградитель который я могу поставить у меня стоит такой же на некоторых ульях то есть это будет выглядеть вот так вот и здесь у меня будет сделано сделан паз этот леток 24 ну то есть на 20 я делаю а то наверное на может на 18 для этого нахожу центр и ну это я уже сделаю на долбежнике сделать это можно с помощью циркулярные пилы погрузить тело пилы два раза с отступом ну само тело пилы 3 миллиметра и отступить там еще шесть и тоже пропилить то есть делаю два пара пила на той же циркулярки можно положить и опустить сделать только упор с одной стороны только делать надо с внутренней стороны потому что здесь будет запил то больше но здесь выйдет то что нужно и дальше сверлом там десяточки 12 сделать два отверстия и выпадет необходимый паз но я сейчас быстренько сделаю это на долбежнике пока выключаюсь продолжаю при помощи все таки долбежного станка я сделал леток дальше там до работы сейчас наждачкой стамеской ну литковое отверстие ли ток куда будет последствия прикручен то что называется литковый заградитель вот так ну посмотрим как мы вот как я его там сделаю ну вот будет таким образом литок внизу будет прилетная доска сделаю сейчас не буду и с обратной стороны улья я сделал тоже выборку сделал такой паз сейчас я тоже доработаю наждачка это задняя стенка сюда будет заходить скажем так материал который будет перекрывать сетку и кроме доработки наждачкой осталось собрать все элементы воедино вот так они собираются не вставить сетку сейчас начну этим заниматься и покажу продолжаю дальше работать сделал такую импровизированный шаблон упор опираю на крае стола там закрепил сейчас покажу если видно вот брусок закрепил на фанерку положил само дно упер в этот брусок и моя задача сейчас переднюю стенку соединить с боковушками традиционно засверливаю и закручиваю ничего здесь сложного собрал первую часть сейчас поменяю немного ракурс расскажу дальше буду делать и перед тем как закрутить последнюю заднюю крышку кстати вот она сюда не надо ставить размеры сетки должны соответствовать внутреннему размеру плюс я делал запил по одному сантиметру то есть если этот вот это расстояние у меня 37 с половиной сантиметров то 39 с половиной это у меня до пропилов но и на там миллиметра на 3 делаю меньше то есть получается 39 и 2 39 и 3 что касается вот этой величины она тоже известно 47 47 сантиметров соответственно 49 вместе с пропилами и меньше на там 3 миллиметра сейчас моя задача вставить надеюсь будет не так уж и сложно ставить сетку продолжая свой рассказ как видите я уже продвинулся сожалению закончилась батарейка целиком сейчас немного подзарядился так я разместил сетку в пазах скрутил как положено со всех сторон потом подумал что сетка при такой большой площади приятно что ее и какое давление кажется не будет кроме подбора но тем не менее я посчитал что надо ставить сюда вот такой брусок и с обратной стороны на этот брусок прикреплю сетку к бруску сетку поддерживает не проваливается немного больше оказались чем не нужны но сейчас придется под болгаркой подработать ну по большому счету готова осталось только сделать сверху выступы необходимое мне для того чтобы сверху помещался корпус сейчас я это сделаю и вернусь убрал я вверх не четверти чтобы можно было сверху поставить корпус вот так он становится сделал люфт обычно делаю 2-3 миллиметра я сделал до метров пять наверно то что вы и разные корпуса бывают и разбухает древесина то есть все становится с этой стороны он будет становиться до на арматурный каркас на подставку из арматуры летки прилетную доску и летки установлю позже еще надо все отшлифовать сейчас пока слегка скруглил углы на шпаклевать места входа саморезов так и что еще хотел показать с обратной стороны отверстие для заставной доски скажем так утепленный меня сейчас нет я взял фанерку которая подходит по размеру надеюсь так будет видно вот стоит улей на пасеке весной когда надо либо посмотреть ну либо в любой другой момент когда посмотреть осыпь клеща либо закрыть просто сетку вставляется такой плитный материал вот и все доходит до конца я думаю что здесь я сделаю какую-то такую ручку но это забудет материал тогда я уже буду смотреть все заходит до конца также уходит все достаточно четко и ровно сверху корпус все осталось шлифовать и покрасить на пасеку на этом все это был первый вариант сетчатым дном и утепленным планшетом скажем так следующем ролике надеюсь что я покажу другой вариант который я использую сейчас там у меня вся конструкция сетки вместе с планшетом она ну наверное видели в осмотрах у меня есть она полностью выдвигается из улья посмотрим какой вариант лучше но на этом все ставьте лайк как всегда дизлайков не надо пока надеюсь скоро буду в эфире пока 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 Продолжение следует...